Почему я сказал себе, что если Спартак пригласят, пойду? Не в ЦСКА, а в Спартак. Ну, как-то так и вышло, что Борис Александрович меня вот выдернул от Тули из Харькова, пригласил. Когда ты приходишь в Спартак, ты дышишь по-другому. У него такой авторитет был, вот работая уже там не один год с ним, он заходил в раздевалку, мы все как бы, все притихали в раздевалке, тихо было, да, и если он говорил, он говорил не грубо, он совершенно никогда не грубил, и когда он так говорил, хотелось под лавку залезть из-за его авторитета вот этого, из-за того, что он говорил правильно, то, что ты неправильно сделал, чтоб ты больше этого не делал. Можно сказать же по-разному, но Ася Сергеевич говорил так, что хотелось залезть под лавку. Я сломал ногу, голеностоп. Это было как раз перед чемпионатом мира. Оставалась неделя до сборов, вот, и мы играли в баскетбол в этом, на базе там. У сезон уже закончился. Ну и я побежал за мячом и на чью-то ногу как-то наступил так, и всем весом тела на ногу, голеностоп подвернулся, сломал, порвал связки и все. На этом все закончилось. В то время я был капитаном сборной, и я весь сезон, как бы, мы когда ездили на турниры, у нас турниры в Синляндии, Швеции, там еще где-то, в Москве мы играли, были разговоры о том, что я должен был играть с Хмутовым и Быковым слева. Потому что не было Валеры Каменского, вот, как бы, меня планировали на это место. Ну, я не знаю, это было как. Решает, все равно решает тренер. И я, наверное, где-то недели полторы я не спал. Я не спал, я сидел на балконе. У меня, как бы, ну, мне было очень обидно, и было очень жаль. Я это осознал только через несколько дней, когда сломал ногу, когда понял, что я не поеду на чемпионат мира, потому что это было очень тяжело для меня. Это было как раз на чемпионате мира. Мы поехали туда, в Германию, да, и меня пригласил, нас пригласил с Баркома, с Александром, из Позита. То есть он хотел у нас, он хотел меня купить, то есть взять к себе туда. Ну, я точно знаю, мы общались, и я сказал, что, ну, в общем, мы хотели вдвоем поехать с Александром туда. Он сказал, вы понимаете, что мы двоих-то сразу можем и не взять. То есть вас могут разобрать. Агент что-то не заработал, что-то упустил. В итоге что-то до нас не довел. В итоге все это ушло как бы в пустоту. Вот. И потом кто-то из агентов приезжал ко мне. Я не помню, то ли в Спартак, то ли домой, то ли звонил. Но я помню, что я с ним встречался, он предлагал поехать в клуб Mighty Ducks, по-моему, вот они организовывались только вот первый год. Он предлагал там небольшие деньги, вроде как, поначалу, самые минимальные. Вот. А потом там какие-то еще условия. То есть, ну, я как нормальный человек сказал, что у меня есть контракт, я не поеду. То есть, вот как-то я отказался. Ну, я не знаю, по глупости или как-то. То есть, так вот получилось. Два предложения было, я их не доработал. Самому надо было где-то работать. Проявить больше желаний, больше настырности как бы в этом, да. В Демихово мы жили рядом, почти рядом. Вот. Учились в параллельных классах. Она в Б, я в А. Она, я родился 1 сентября, она родилась 8 сентября. Вот. Мы с ней познакомились и уже 14 лет. Мы с ней вместе. Тридцать, больше тридцати пяти лет мы живем уже как бы с ней вместе официально. А еще до того мы с ней общались. У меня были возможности забит, я их реализовал. То есть, ну, это не всегда было. Не всегда. Потому что я перед собой ставил, ну, наверное, не на каждую игру, да, но в большинстве случаев выходил и ставил перед собой задачу. Забить три гола. Когда ты ставишь перед собой такую задачу, значит, ты постоянно в работе и постоянно ты должен что-то делать, созидать, создавать для того, чтобы создать момент, для того, чтобы забить гола, да. Когда ты три забиваешь, это уже все. То есть, уже практически конец игры. Вот. Поэтому я перед собой ставил задачу забить три гола. Потому что я понимал, если я не буду забивать, я... Я не могу. Больше я ничего не умею. Я умею забивать, я могу уходить, убегать там и забивать. Я помню. Я помню.